В борьбу за кожаный мяч 2020 вступили регионы Гомельской области. В Калинковичах отборочные игры, республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу на призы президентского спортивного клуба собрали самых юных участников – мальчишек 2010-2011 годов рождения. Соревнования мы проводим с четырьмя возрастными группами. Начинаем с младшей группы – это дети возраста 10-11 года рождения. Играем в соответствии с положением. В этом турнире принимают участие дети, которые не занимаются в секциях по футболу. С целью эти соревнования проводятся выявления лучших спортсменов для участия в областном этапе соревнований по футболу. Любительский, а не профессиональный уровень мастерства – главный критерий отбора участников турнира «Кожаный мяч». Впрочем, к этой спортивной командной игре с уважением относятся калинковчане и взрослые маленькие. Гонять мяч во дворе или на школьном стадионе – одно из любимых развлечений как мальчишек, так и девчонок. Калинкович очень любит футбол. У нас культивируется данный вид спорта в Дюша номер один. И очень сильно развит семейный футбол, детский футбол. Команда девочек довольно сильна. Мы на нее возлагаем надежды. И в каждой школе у нас есть команда по футболу. Разглядеть в толпе мальчишек будущих звезд футбола простому наблюдателю сложно. Но азарт, энергия, упорство, с которым они ведут мяч, заметны невооруженным взглядом. Уже после первой игры на поле и аплодисменты победителей, и слезы проигравших. Я рада, что мы хотя бы один гол забили, но немного странно, что мы пенальти пропустили. В футболе, когда ты, например, выходишь в поле, это как-то интересно. Интересно узнать, какой будет момент, где, как, кто выиграет, кто проиграет. Уже в начале следующей недели станет известно, какая из школьных команд получит право выступать на областном отборе. Затем лучшая из лучших отправится в столицу, защищать честь гомельщины на республике. Победители турнира «Кожаный мяч» ожидают почетные грамоты, медали и ценные призы. Наградами будут также отмечены лучшие игроки соревнований. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фитцнер, Телеканал «Мозырь».